МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная программа Хаберлер в эфире телеканала Милет. Сегодня четверг, 19 января, в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Наши корреспонденты готовы рассказать вам о самом главном и актуальном к этому часу. Улица Умера и Пчи Симферопольского микрорайона Хошки-Льды утопает в грязи. Благотворительный фонд «Мусульман» обратились соседи Айдера Сидмеметова, которого в декабре сбила машина. Уже оформлен участок под строительство соборной мечети. 22-летняя Елена Шеченко станцевала хайтерму и стала лучшей во всероссийском чемпионате. Десятки крымских спортсменов приняли участие в турнире по боксу. О всех самых главных новостях расскажут наши корреспонденты. В столице Турции задержали организатора фото-выставки, на которой в декабре прошлого года был застрелен посол России в Анкаре Андрей Карлов. Как сообщает газета «Хюриет» со ссылкой на источник, среди стражей порядка. Вместе с организатором выставки был задержан также сотрудник полиции. Отмечается, что был установлен факт визита Алтенташа в галерее для подготовки нападения за несколько дней до убийства. По информации агентства Анадулу, в суд Анкары для допроса были доставлены шесть человек из числа задержанных по подозрению в причастности к нападению на Андрея Карлова. Напомним, 19 декабря во время открытия фото-выставки на Карлова было совершено нападение, в результате которого он скончался. Нападавший полицейскими в Людмирт Алтенташ был ликвидирован. В МИД Российской Федерации произошедшее квалифицировали как теракт. Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову было присвоено звание «Героя России». Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым задержали избежавшего из-под домашнего ареста мужчину, пытавшегося незаконно пересечь российско-украинскую границу. Об этом сообщила прислужба Крымского погрануправления. По данным ведомства, задержанным оказался гражданин России 1985 года рождения, который обвиняется в совершении кражи. Задержанный был передан полиции для применения к нему более строгой меры пресечения. Улица у Мира и Пчи Симферопольского микрорайона Хошкильды утопает в грязи. После проливных дождей из-за отсутствия ливневых канализаций вся дорога заполняется водой, которая сходит с возвышенности и смывает все на своем пути. Наша съемочная группа в ноябре прошлого года уже выезжала в поселок после обращения граждан, но решения проблемы по сей день нет. Все подробности от нашего корреспондента Айши Шулаковой. Около 30 лет из-за отсутствия ливневой канализации во время сильных дождей на улице у Мира и Пчи размывает дорогу и подтапливает огороды и подвалы. Жители улицы сетуют, что рушатся дома, гниют машины и портятся продукты в погребах. Огромные ямы на дорогах они засыпают строительными отходами. Если для кого-то обойти лужу не составляет какого-то труда, то, например, для пенсионеров или мам с колясками – это действительно непреодолимая преграда. Дети вот в садик, в школу надо идти. Вот невозможно пройти. Мы позавчера прошли и прям провалились вон там в яму. Идешь до остановки, уже ноги мокрые. После дождей у ворот и заборов вырастают не грибы, а самодельные дамбы. Их возводят ради спасения дворов, огородов и домов от большого потока воды. Некоторым для этого даже пришлось вырубить плодовые деревья, которым более 20 лет. Люди уже готовы бить друг друга лопатами. Один закроет здесь, другой там. Мы собрали деньги у людей, чтобы купить щебень и засыпать улицы. Уже тонны щебня ушли на эту дорогу. Но и это даже не видно. Больше всего от обильных осадков страдает Шериф Фитаев, так как его дом расположен ниже уровня улицы. А еще соседи возвели дамбы, из-за которых вся вода стекает к нему во двор. В такую погоду передвигаться свободно по своему двору Шериф Фитаев не может, не говоря уже о том, что вести домашнее хозяйство в таких условиях просто невозможно. Вот видите, фундамент треснул. Он уже не годен ни к чему. Много денег было на него потрачено. Повсюду грязь. Когда двор затапливает водой, я не могу выйти из дома. Когда грязно, я иду через соседский двор. Сусана Амирсалиева говорит, уже несколько месяцев не может оплатить счет за воду, так как невозможно добраться до водомера. Он постоянно затоплен. Обнаружила, что у меня полная канализационная яма здесь. Мы вот, не нам только сделали, полная воды. Вот ручьем она стекает сюда в гидрант. И из гидранта льется вот прямо вот сюда. Это беда, конечно, я не знаю. Заболоченная улица доставляет неудобства как автовладельцам, так и пешеходам. Ведь из-за слякоти проезжая часть сузилась. В случае чего даже скорая или пожарная машина не смогут приехать по назначению. Жители уже устали обращаться в различные инстанции, где отовсюду приходят отписки и обещания приступить к установлению ливневых канализаций. Однако конструктивного диалога не получается. На наше обращение отправили письмо, где написано, что микрорайонами займутся только после того, как будут закончены работы на улице Пушкина. По словам главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, ливневых канализаций в городе почти нет. И уж тем более на территориях бывших самозахватов. У нас план по канализированию города Симферополя только начинает работать в этом году, комплексный. Потому что вот так точечно подходить нельзя. А начинать нужно, конечно, это с достройки нашего нового, который брошен, коллектора, о котором мы говорили, глубокого заложения. К сожалению, мы говорили, но ООС и нын не там. Пока мы не построим и не достроим новый коллектор, мы развивать сеть канализации в городе не можем технологически. Таким образом, проблема отсутствия ливневых канализаций требует времени и качественного подхода. А жителям остается запастись терпением. Сегодня православный мир отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление. Ежегодно в Крещении накануне праздника в православных церквях совершается освящение воды. В России также популярны крещенские купания, погружения в освященный водоем. В Крыму крещенские купания проходят под контролем спасателей и врачей в специально оборудованных местах. В конце декабря прошлого года наш соотечественник Айдер Ситмеметов попал в беду. Его сбила машина. С многочисленными переломами он попал в больницу. В благотворительный фонд «Мусульман Крыма» обратились соседи Айдер Бе с просьбой оказать помощь. Наша съемочная группа отправилась к пострадавшему, чтобы узнать о его состоянии. Подробности в сюжете София Шукуровой. На сегодняшний день 40-летний Айдер Ситмеметов находится в тяжелом положении. Он нетрудоспособный. В результате ДТП у него многочисленные переломы ноги. Наложенный гипс необходимо продержать три месяца. Айдер Бе и рассказал, что передвигаться с помощью костылей смог только спустя месяц. Сейчас Айдер Бею помогают его соседи. По их словам, мужчина живет один. К тому же имеет незначительные психические отклонения. Оформить группу ему не удается из-за отсутствия документов. Врач, который выписывал меня на осу, потом там написал, какие лекарства надо было пить. А у меня денег нет на эти вот это. Мне все равно тяжело. Боль. Ночами начинает боль. Я не могу на осу развернуть и не знаю, что здесь сделать. Ровно лечь. Паспорт я только снился, нет и страховки нет. А так паспорт лежит у меня на российский паспорт получил. А так тяжело у меня. Я не знаю, что будет дальше у меня у нас. Родителей нет, у нас матери. Мать умерла. Брат умер тоже. Ежедневно соседи приходят проведать и принести еду. Айдер Бею мечтает встать на ноги и надеется, что небезразличные люди в беде его не оставят. Люди приходят, помогают мне чуть-чуть. То сосед придет, то второй сосед приходит. Мне, по-любому, надо лекарства пить. Без лекарства мне тяжело. Ну, таблетки надо какие-то, комнаты не получше надо сделать. Не только таблетки надо пить, а чтобы костью поросла. Поможешь, не знаю, будут помогать люди хотя бы мне, хотя бы, чтобы встать на ноги, нормально, чтобы человек сходить. Когда сделали операцию, хотели операцию делать, мне сказали, у тебя страховки нет. А так сделали бы операцию тебе. А так страховки нет, тяжело бы страховки. Дом пострадавшего не отапливается. Да и топить его нечем и некому. В комнате есть лишь электрический обогреватель. По словам соседей Айдера Ситмеметова, недавно его дом отключили от электричества за неуплату. Соседи собрали 9 тысяч, оплатили, а после подачи электричества возобновилось. Мы ежедневно приходим, кто чем может помогаем. У него ничего нет. Помощь помимо соседей никто не оказывает. Нам тоже тяжело. Хочется, чтобы люди обратили внимание, в каком сейчас положении наш соотечественник – мусульманин. Кто чем может, пусть по возможности помогает. Наша задача – поставить его на ноги. Дальше он сможет заработать себе на хлеб. Эрнес Абдурахимов рассказывает, до аварии Айдер Ситмеметов был разнорабочим. Как мог, так и зарабатывал себе на хлеб. Однако сейчас Айдер Бей не в состоянии обеспечивать себя самостоятельно. Раньше он ходил подрабатывал, кому огород перекопает, кому дрова перенесет. На хлеб умел заработать. Сейчас ему тяжело. В выписке указано, что гипс он должен продержать 3 месяца. Месяц прошел. Еще 2 месяца ему нужно лежать, что-то есть, пить. Куратор благотворительного фонда «Мусульман Крыма» Руслан Велиулаев рассказал, именно соседи Айдера Ситмеметова и обратились за помощью. В благотворительный фонд «Мусульман Крыма» обратились соседи и близкие Айдер Ситмеметова Айдера с просьбой оказать ему благотворительную помощь для покупки питания, оплаты электричества. И как бы приехали, посмотрели его состояние, разместили в группе репост о нем. И как бы сейчас вот приехали опять-таки проведать его и оказать некоторую материальную помощь. Айдер Ситмеметов нуждается в нашей поддержке. Желающие оказать помощь могут обратиться в благотворительный фонд «Мусульман Крыма». Помимо этого, в местном магазине поселка «Молодежная» установлена коробка добра и ахшелых кутусы. Каждый неравнодушный может помочь Айдеру Ситмеметову. Кроме того, приводим реквизиты благотворительного фонда «Мусульман Крыма», по которым можно перечислить средства. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». В Госкомрегистре оформили земельный участок площадью 3 гектара под Соборную мечеть в Симферополе. Объект недвижимости зарегистрирован за Симферопольским муниципалитетом. Заместитель председателя комитета вручила председовителям Духовного управления «Мусульман Крыма» и Севастополя договор о постоянном бессрочном пользовании со штампом о регистрации. По словам руководства Муфтиата, Соборная мечеть должна стать главным культовым объектом крымских мусульман. Согласно проекту, она будет включать в себя две части. Основное строение с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами. Под зданием планируется также расположить музей исламской культуры полуострова. Перспективы развития крымско-татарского телеканала «Милет», идеи создания новых программ на родном языке и открытия радиостанции «Ватан» Седосы обсуждали на плановом совещании Общественного совета по телевидению и радиовещанию. Подробнее расскажет наш корреспондент Алимека Ибулаева. На совещании члены общественного совета делились своими предложениями по развитию крымско-татарского телеканала «Милет». Большое внимание уделялось работе информационных и развлекательных программ. Также собравшись отметили необходимость создания новых программ, к примеру, связанных с изучением истории, культуры разных городов и сел Крыма. Но в приоритете сейчас уровень знания крымско-татарского языка на телеканале. Для того, чтобы речь ведущих была грамотной, члены совета отметили, необходимо привлечь специалистов в области языка и увеличить количество программ на родном языке. Первая задача – это увеличить количество программ на крымско-татарском языке. Их должно быть больше. Ведь телеканал «Крымско-татарский» здесь должны говорить на родном языке. Конечно, нужна помощь, нужны специалисты. Второе – уровень знания крымско-татарского языка у сотрудников. Мы, конечно, видим некоторые ошибки, пути их решения мы тоже обсуждали. Мы будем принимать в этом участие, будем привлекать преподавателей к этой работе. И, конечно, необходимо создавать новые программы. О литературе, культуре на родном языке их не хватает. В обсуждении данных вопросов принял участие член совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель общественной организации «Инкишаф» Эскендер Белялов. Он сообщил, что в скором времени для крымских татар, кроме телеканала, начнет вещать и радио, где будут звучать программы на родном языке. И мы получили такую информацию, что буквально скоро будут оповещаться некоторые районы в Крыму. И что крымские татары услышат, значит, все-таки свое радио, которое уже долго ждут. Но хотелось бы отметить, что это будет идти не сразу, это будет несколько районов, а постепенно, я думаю, в течение полугода будет покрыт весь Крым. Один из вопросов был вопрос языка. Будут приглашаться сюда специалисты именно по крымскому татарскому языку и будут мини-курсы проводить с журналистами. Общественный крымско-татарский телеканал «Миллет» вещает на территории Крыма всего лишь год. Молодой телеканал полностью оснащен новой технологией. За короткий промежуток времени «Миллет» успел выйти на спутниковое вещание, собрать сплоченный профессиональный коллектив, создать множество программ на крымско-татарском языке и получить высокие награды, а также стать известным во всем мире. А в ближайшее время ожидается и запуск крымско-татарской радиостанции «Ватан-Седаса». Обсуждая работу молодого и перспективного коллектива, члены общественного совета по телевидению и радиовещанию отметили их высокие достижения. Я, как вообще изначально стоял в истоках создания телевидения «Миллет», я всегда говорил и говорю, то, что сделано этим коллективом за это короткое время, это очень большое достижение. Я все время говорю и сейчас повторюсь, что я пройдет год-два, и телерадиокомпания «Миллет» будет одна из ведущих в России. Также на совещании руководства телеканала отметили, данные встречи являются полезными, поэтому теперь их будут проводить каждый месяц. Сейчас команда телеканала усердно работает над новыми проектами. Алимек Айбулаева, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». У жителей Симферополя появилась возможность участвовать в онлайн-голосованиях, которые направлены на улучшение социальной жизни столицы. Активный Симферополь – так называется система электронных опросов, созданная администрацией Симферополя. Цель проекта – улучшение качества жизни горожан и развитие инфраструктуры Крымской столицы с учетом мнения жителей Симферополя. Электронная система позволяет любому горожанину в онлайн-режиме участвовать в решении городских проблем. По словам руководителя проекта «Активный Симферополь» Сергея Чешихина, сайт активно посещают жители столицы. В течение двух дней было зарегистрировано 900 пользователей. Еженедельно администрация, сотрудники администрации, практически все подразделения администрации разрабатывают вопросы в своей оперативной деятельности. Еженедельно часть вопросов будет публиковаться. Те вопросы, которые будут уже достаточно взвешены, по которым действительно могут предполагаться решения. И эти вопросы будут публиковаться на сайте, предлагаться пользователям сайта, жителям города для голосования, для выбора из существующих возможностей решения. Пройти регистрацию можно по указанному электронному адресу. Все внесенные пользователями данные остаются конфиденциальными. После 16-часовой остановки Керченская переправа возобновила работу. Паромы вновь курсируют через пролив. Как сообщили в морской дирекции, из-за сильного ветра курсирование паромов было прекращено вчера вечером. Сегодня утром с обеих сторон паромной переправы образовалась большая очередь транспортных средств. В частности, в портах Крым и Кавказ погрузки на паром ожидали по 150 легковых авто, около 100 грузовиков и по 20 автобусов. 22-летняя крымчанка Елена Шеченко стала лучшей во Всероссийском чемпионате по танцам народов Крыма. На суд жюри девушка представила крымско-татарский народный танец Хайтерма. Около 400 конкурсантов приняли участие в танцевальном шоу. Однако крымско-татарская Хайтерма в исполнении талантливой девушки никого не оставила равнодушным. С победительницей конкурса познакомилась наш корреспондент Сабрия Халиляева. Именно это выступление заинтересовало не только зрителей, жюри, но и других участников чемпионата. Крымско-татарский народный танец вызвал восхищение, покорил всех присутствующих. Елена признается, для участия в чемпионате неспроста выбрала именно бахчисарайскую Хайтерму. Первое место завоевать всегда тяжело. Естественно, просто так оно не дается. Я брала несколько уроков у участницы телепроекта на Крым на телеканале Милет. Это Анна Григорьева, поскольку мы с ним обе из бахчисрая. Мы встретились, порепетировали. Она меня настраивала, она мне помогала очень. И вот как-то у нас такой совместный получился номер, можно сказать. Елена рассказывает, интересоваться крымско-татарской культурой она начала недавно. С особым трепетом девушка говорит о крымско-татарском национальном костюме. Крымско-татарский костюм меня привлекает тем, что он, ну, во-первых, да, марма. В крымско-татарском костюме, по-моему, только в крымско-татарском костюме она есть, да. То есть это уже как-то чувствуешь себя такой вот лебедью, не знаю, то есть все очень красиво. Когда его одеваешь, сразу появляется какое-то вот особенное ощущение. Мне очень нравится, просто очень нравится. Елена является обладателем Кубка мира, двукратной чемпионкой Крыма и Украины по восточным танцам. В 2015 году ей было присвоено звание лучшего рейтингового танцора. В свои 22 года девушку руководит школой танцев. Преподает народные египетские, индийские, персидские, а также изящные восточные танцы. Занятия Елены посещают как взрослые, так и малыши. Ну, я чуть-чуть занимаюсь татарскими танцами, меня учат старший брат. Мне очень сильно нравится одежда, ну, потому что там разные узоры и там шляпа есть такая красивая. Мне нравится, как Лена танцует, кремско-татарский танец. Там красивые движения рук. Мне понравились крымско-татарские танцы, понравились костюмы, как их танцуют движения. Совсем недавно Елена Шетченко придумала новый танцевальный номер – хайтарма с элементами восточных танцев. На сегодняшний день Елена уделяет много времени изучению традиций и культуры крымских татар. Она считает, что крымско-татарский танец особенно красив. В нем отражена многовековая история народа. В 15 лет будут боксировать за звание лучшего. Участники будут боксировать в течение четырех дней в весовых категориях от 41 до 91 килограмма. На первые три дня запланированные бои – квалификационные стадии. Последний день состоятся финальные бои. Арсен Халилов приехал из старого Крыма. Он настроен только на победу. В этом году молодой боксер, так же, как и в прошлом году, хочет попасть в сборную Крыма. Мне нравится просто этот вид спорта. Я выбрал с детства своего. За это бокс. Хочу попасть в сборную Крыма и попасть в сборную потом России. Сборная команда из Ялты приехала во главе со старшим тренером, мастером спорта, заслуженным тренером Украины Рустемом Бикировым. Тренер отметил, что бокс в Крыму успешно развивается. Подобные турниры дают возможность молодым боксерам показать уровень своего мастерства, а также в дальнейшем участвовать в республиканских и всероссийских соревнованиях. Состав команды 10 человек. Вот пока два боя мы провели, два пока выиграли. Что дальше будет? У нас еще два дня впереди. У нас в этом году, в этом возрасте будут чемпионаты России проходить. Ну, первый раз чемпионат Крыма, чемпионат России, затем будет чемпионат мира и чемпионат Европы будут по возрасту. Поэтому очень серьезно. И из этих ребят, возможно, иншаллах, кто-то попадет на эти соревнования. В рамках турнира 18-летний боксер из Симферополя Артем Булатов был награжден нагрудным знаком мастера спорта России. Он намерен продолжить занятия боксом и покорить олимпийские вершины. Я постараюсь выполнить более лучшее звание, чем просто мастер спорта. Хочу выполнить звание заслуженного мастера спорта России. Организаторы отмечают, что молодых, подающих надежды спортсменов с каждым годом становится все больше. Это первый показатель правильного воспитания. Симферопольцы, которые сегодня победят, это будет наш костяк сборной города. Также все победители, несмотря на каких городов, они первые места, кто займут, они будут участвовать в первенстве чемпионата Крыма. Первенство чемпионата Крыма нам даст понимание наших спортсменов сборной Крыма. Поэтому хочу еще раз сказать, что это важный турнир и мы очень следим за его результатами. 21 января состоятся финальные бои. Около 50 боктеров получат медали. По итогам открытого первенства определятся кандидаты в сборную города Симферополь. А мы напоминаем, что 20 января в ПГД Гвардейска Симферопольского района состоится юридическая консультация Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Желающие получить бесплатную консультацию юристов могут обратиться по телефону 32 30 73. Прием граждан пройдет по адресу Карла Маркса, 63, 10 часов. На этом наш выпуск завершается. Следующий выпуск новостей смотрите уже завтра в 13.00. Приятного вечера. Оставайтесь с нашим телеканалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова